Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 12 января и сейчас я постараюсь выбирать время для ответов на ваши вопросы в комментариях, для обсуждений. И не только для ответов на вопросы, а я много раз говорила, что иногда я начну освещать тему, но я же живу в одном регионе и сужу только как со своей колокольни. А некоторые люди добавляют еще комментарии с различных, с других регионов, еще дают советы другие. И это очень полезно в преддверии посевной, в преддверии начала сезона, вычитывать все эти их ответы. И я буду вас знакомить с ними. Я даже для себя вот вчера читала комментарии, нашла два таких полезных момента, которые, возможно, буду применять. Я сейчас быстро пройдусь. Буду, конечно, читать только или советы, или вопросы, такие именно вот по делу, потому что время не ограничено. И я бы, конечно, могла сесть, могла бы и час посвятить, но вы понимаете, что в рамках видео это невозможно. Вот тут про подогреваемую ленту говорят, что все получится. Но я тоже так надеюсь, это про удобрение. Вот это второй раз пишут, что хочу предупредить, что на каналы идет атака, может кто-то захватить, там не переходите по ссылке. Но мне это не грозит, потому что у меня нет времени. Я никогда ссылки не смотрю, по ссылкам не перехожу. Вот это моя загруженность, поможет мне, наверное, от всех этих захватчиков, потому что я никуда не хожу на другие каналы, просто нет времени. Вот Кира спрашивает, ответьте, пожалуйста, какого сорта томата для открытого грунта, вы точно не откажетесь. Один сорт толстоногий, детерминатный. Ну, знаете, Кир, времена идут и все меняется. Вот несколько лет назад у меня был, например, один какой-то сорт, потом узнаешь другой, он оказывается еще лучше. Вот в данный момент из толстоногих, именно из низкорослых, детерминатных, конечно, я назвала бы Настеньку, потому что там такое прекрасное сочетание. Он и низкорослый, 70 см, и толстоногий, в рассаде не вытягивается, но у него плоды крупные, розовые, сердцевидные, 300 и 500 даже грамм, поэтому вот на фоне тех, у которых плоды помельче, он выглядит, конечно, лучше. Ну и другие сорта, очень много хороших. Мне нравится роза ветров, нравится эдемидов, и жаростойки устойчивые, нравится, которые чисто красные. Это зависит от того, для чего вы выращиваете. Например, на еду, конечно, Настенька, а если для томата переработок, то лучше красного цвета мне нравится. Ну, как вы поняли, мне нравятся все. Так, вот которые не отмечены, я хочу сейчас сразу отвечать. Опять вот про вопросы про семена, есть ли на продаже семена детерминатные, не мелкоплодные. На этот год я сейчас уже прекратила прием заказов, ничего не могу сказать, что останется. Возможно, после рассылки зимних заказов уже ничего не останется, поэтому на эти вопросы я не отвечаю. Прием обычно ведется 1 августа, 1 декабря, а там уже остатки какие останутся, я не знаю, будет ли уже по времени возможность рассылать. Так, вот про посевы, что кто-то сеет. Вот Лариса Сорокина пишет в комментариях, что кто-то сеет рано, не только для того, чтобы получить ранний урожай, а потому что более поздние посевы съедает фитофтора. Это проблема очень многих, кстати, я забыла про это сказать, что да, у меня фитофтора нет, я сею рано, как я говорила, что по своей прихоти хочу пораньше получить, нарушая сроки, вот традиционные, рекомендованные. А кто-то сеет из нужды тоже, но и с другой, потому что более поздние посевы не успевают возревать, съедает фитофтора. Есть такие районы, где и холодные русы, и туманы, и очень сложно поздние посевы довести до ума. Вот Света задала вопрос, по этому вопросу я сниму прям отдельное видео. Пишет, если семена высеваете вы на варе, то высаживаете с цветом, говорят, что при высадке цветущих томатов хорошего урожая от них не будет. Я с этим не согласна. Я иногда высеваю с цветами, иногда высеваю и с помидорками. Это больше относится к перцу. Вот если перец у вас зацветет дома, то тут уже некоторые даже специально отщипывают плоды, потому что у него нарушается протомат, и я это не замечала. И у нас многие, потому что сибирские регионы, если мы не цветущие будем высаживать, это очень долго. Хотя по рекомендациям специалиста всегда написано, что в фазе бутонизации высаживать, но если в фазе бутонизации высаживать, не все вызревают. Почти все мы высаживаем цветущие, и это очень хорошо. Мне нравится, когда он уже цветет, а я его еще не высадила, только высаживаю. Я потом подробно об этом расскажу, свое мнение. Ну, конечно, у других людей может быть другое мнение, но я не замечала, что если томат расцвел, его высадишь. Это все зависит от того, как вы его высадите, какие условия вы ему потом предоставите после высадки. Главное следить, чтобы эти цветочки эти не обсыпались, чтобы не высаживать сильно в жару или притенять. Да, иногда бывает, цветущий томат высадишь, если повреждение корневой системы. Если потом жаркие дни, не хватит ему сил для восстановления, цветы первые, кисть обычно осыпается. Но это все частности, у каждого по-разному. Вот Ирина Байнова пишет про лунный календарь, что в этом году не очень благоприятный лунный календарь, что те дни, которые обычно мы всегда сеем, они неблагополучные. Но я скажу, что я на лунный календарь не сильно оглядываюсь. То есть про лунный календарь буду тоже отдельное видео снимать, прям подробное, какие я не задействую для работы дни. И почему в остальные дни я не смотрю ни на знаки зодиака, ни где, какие планеты, что в чем, в Висах или там в Козероге. В одном из видео о японском карлике, а не японский карлик, наверное, монгольский карлик. Ирина спрашивает, как не пропустить, чтобы получить полный урожай. Я посмотрю, в каких числах я высаживала в прошлом году монгольский карлик. Вот в прошлом году он у меня нормально, в первом году я поздно посеяла. В прошлом году дата была оптимальная. И я в одном из видео назову даты посевы, когда я сеять буду. Вот тут опять Маргарита пишет про семена, хотелось бы немного сортов. Но в упоздно, к сожалению, уже люди уже сеять скоро начнут. И рассылка заказов у нас скоро уже закончится, а тем более приема уже нет, теперь только на будущий год, 1 августа. Тут, ну это вот то же самое, о заказах уже не говорю, не принимаю никакие пока что заказы. Так, это про артроз уже, про лечение, это личное сообщение. Пишет Галина Голубенко. Оля, я не пойму, вы уже восстановили свою рухнувшую теплицу? Знаете что, тут какое восстановили, мы туда даже теперь проползти не можем. Нас же завалило по пояс. Она вся, всю эту раздавленную теплицу присыпала снегом. Даже не видно места, где она была. Ее в лепешку видать. Вы что, ее восстановить можно как? Собрать и выкинуть все, на это место поставить новую. Мне кажется, она восстановлению уже будет непригодна. Нет, конечно. Вот пишет, у меня муж каждый день, после каждого снегопата ездит счищать снег. А у нас, видите, резко так начало валить. И день, и ночь, и день, и ночь. И за ночь навалило столько снега, что не успели просто утром даже туда пойти. А вот что не нравится вкус томатов, которые в теплице. Выписала она несколько Людмилы экзотических сортов среднеспелые. В теплицу всадить не хочет, когда их начинать сеять, чтобы вызрели в открытом грунте. Если крупноплодные, у нас крупноплодные, мы начинаем сеять тоже в Сибирь в первой декаде марта. В конце, я уже говорила, вы если бы, ну предыдущий, наверное, ролик не смотрели. После праздника 8 марта, вот 9, 10, 11, мы начинаем посев вот этих крупноплодных. Но кто может рассаду сохранить, или кто иногда высаживает под пленочку на улице пораньше, в ранние сроки, даже с первых чисел марта сеют. Это у каждого свое, кто как. Ну, конечно, нужно приспособиться. Один раз посеешь, на следующий год смотрите вы, подходит этот срок вам или нет. Я вот сейчас за 3 года посмотрела мои тетради, вот эти даты посевов. И всегда первые посевы 28-29 января. Раз я их не меняю 3 года, значит, это уже как стабильность. Один и тот же срок, значит, у меня выработался постоянный вот этот срок первых. Это для получения суперраннего урожая в теплице. И вы также для открытого грунта по ИСФ 1 год, на следующий год корректировку сделаете. И вы обязательно найдете ту дату, которая будет для вас идеально. Ну, тут про рассаду как закаливают. Наталья Зайцева спрашивает. Она вот, может быть, она действительно думает, что пока снега нет, я отдыхаю. Но мне этот комментарий очень странным показался, интересным. Почему вы так радуетесь? Отдыхайте, пока нет снега. Вы знаете, когда нет снега, сидение за компьютером по 10-12 часов, это не очень отдыхом назовешь. Я наоборот жду, когда снег закончится, вырваться на волю, чтобы не сидеть, не портить глаза за компьютером. Потому что чтение вот этих писем многочисленных, ответы, печатание вот этого текста, все это, все это, все это требует еще большего. Мне нравится на природе в огороде работать больше. Там я отдыхаю. А здесь действительно уже как такое. Кто-то напишет, не ответишь ему один раз, уже пишут второй. Я вам написала, вы меня игнорируете, не отвечаете. Они не понимают, что это тоже очень сложная работа сидеть, писать ответы людям разные. Иногда бесполезные. Тратишь время на ответы просто какие-то. Иногда я даже не могу понять вопрос, который мне задают. О чем он, к чему. Так вот и это, радуйтесь, отдыхайте пока снег. Я не отдыхаю. У меня после сейчас работа за компьютером, после посевы, потом огород. И вот именно огород я считаю своим отпуском, своим отдыхом. Именно там я восстанавливаюсь. Потому что без солнца сидим всю зиму здесь. Какой здесь отдых? Нет солнца, нет свежего воздуха в частном доме. На улицу выйдешь, постоишь в огороде 5 минут назад. Так все. Вот, Елена пишет, сделала дуги из металла, пластиковой трубы. Кстати, мы из них, вот когда покупали на водопровод, я думаю, что они тоже идеально подойдут. Вот эти дуги делать сейчас под пленку. Почему-то я ни разу к ним взор свой не обращалась. Сейчас думаю, да, они же без заусенцев. Это не металлическая, которая чуть что и там, она рвется пленка. Они идеальны, наверное, вот на эти дуги. Если в следующий раз буду дуги покупать, то тоже, наверное, металлопластик попробую. Пишет Ольга Васильева. Я была 30 лет простым огородником, посмотрела один раз Ольгу Чернову, стала томатозависима. Дочь смеется. В маму вселился томатный бес. Мне нравится, когда вселяется томатный бес, пусть он у нас сидит дольше. Ну вот Лидия отвечает правильно. Ваша дочка не права. Вам, Господь, Бог, помогает в такой трудоемкой, но любимой работе. Что-то мы дальше не продвигаемся почему-то. Видите, у нас интернет какой. Не могу двинуться дальше. Выдвинулись. Пишут про привикур, Людмила. Чем можно заменить этот препарат? Не нашла в магазинах. Выписывать его одного нет желания. Но если вы не нашли привикур, ну можно другими пользоваться. Как-то до того, как привикур я вот нашла, тоже чем-то же пользовалась. Всякими. И фитоспорином люди обрабатывают семена и землю. Ну короче, препаратов я уже снимала видео, чем можно протравить, чем можно обеззаразить. Привикур это же не единственный препарат. Просто он единственный, который облегчает нам труд, что можно одновременно и землю, и семена протравить. Вот мне, например, для меня палочка-выручалочка. Представьте, я 300 сортов в том году, 295 сортов сеяла томатов. Ну не говоря уже о перцах, обо всех других. Попробуйте протравить отдельно 395 сортов томатов. Это надо каждый стаканчик подписать, в каждый отдельно протравить, каждый отдельно куда-то уложить. Это кошмар, вы даже не представляете, как 300 сортов в отдельных стаканах протравливать. И поэтому для меня, вот привикур, идеальный вариант, когда я их положу в землю, потом уже прольешь вместе с землей и с семенами. И все, никаких стаканов, никаких вот этих танцев с бубнами, как огородники называют. А если у человека всего 10 или 20 сортов, то можно просто обычными средствами протравить. Так, этим же вот сейчас, кто он, сейчас скажу, называется, кто он, хлоргексидин, хлоргексидин. Я ни разу не пользовалась, вот сейчас он у меня стоит, потому что косметолог порекомендовала после пилинга вот эти вот смазывать, брать в аптеке хлоргексидин и протирать лицо, чтобы не было раздражения. Он обеззараживает, дезинфицирует. Но люди его с успехом применяют и для протравливания семян, для обеззараживания. Можете им заменить. Дешевое средство я покупала, по-моему, 16 что ли рублей в аптеке. Правда, я на него никогда не смотрела, как на огородное средство, просто как аптечное всегда используем. Вот в косметологии его широко используют, именно перед процедурой, после процедуры. Но оказывается, и огородники им... Так. Валя, муку, та что ли? Слишком много слов, нудно слушать. Это про график, спасибо. Ну, значит, вам это не нужно. А я вообще не понимаю людей. Ну, много слов, нудно слушать. Если много слов, вам в свое время жалко, а вам не жалко еще сидеть, писать комментарии. Для кого вы это пишете? Не знаю, правильно вот говорят. Проходите мимо и не слушайте. Это именно для тех, ну, кому это интересно. Кто этим увлечен? Кто вникает действительно, вот как Александра говорит. Кому-то нудно, а другие ушки растопырили, каждое слово ловят. Я даже понимаю, что и некоторым начинающим все это не надо. Но именно когда прослушав всю информацию, складывается полная картина. И они уже хотя бы могут, как сказать, отличить свои действия от действий моих. И они поймут, например, что от первого шага в огород и для полного вот такого внедрения вот в эту в огородную стихию нужно пройти много-много-много шагов. Нужно много мелочей знать. На многое обращать внимание. Тот же график посева. Вот одна зрительница написала. Я не заморачиваюсь, все сею в один день. Я всегда говорю, можно и так делать. Мы ведь тоже все это прошли. Я когда работала, было двое детей маленьких. Или когда грудной ребенок. Но некогда все эти графики, рисовать схемы. Тоже делали вот так. Но опять же, я вот сейчас оглядываясь на 30 лет назад, на 25 лет назад. Это было все быстро, это было все наспех. Но никогда не сравнишь тот урожай, который я раньше получала. Когда делала вот так, один посев, без всяких там заморочек. Сильно ты не смотрела, что сеяла. Купишь в магазине, брошешь. И никогда не сравнить вот тот урожай, который при том способе выращивания я получала. И который сейчас, вы видели, там и подвалы завалены, весь огород в помидорах. Это все пропорционально. Как мы отнесемся к растениям, сколько мы затратим время, так и они нам столько отдадут. Поэтому вот эти все мелочи, вот эти все подробные, подробные разжевывания и рассказывания направлены только для того, чтобы человек понял, что можно получить, сделать дежурный уход, получить обыкновенный минимальный урожай. Но можно сделать вот такой уход, когда, как я говорю, проникновение и уход. И можно получить такой урожай, который, возможно, вы даже и не ожидали от этих растений получить. Ведь некоторые и правильно говорят, что никогда в жизни таких урожаев не видели, даже не думали, что у нас на участке можно столько вырастить. А это можно. Я первые годы, когда купили дом, и когда мне муж спрашивал, ну, что ты там, что-то делаешь в огороде, как и... А я ему всегда говорила, ой, ну, что там делать, что зря заморачиваться. Все равно у нас такая земля, ничего там не вырастет. Зачем я буду тратить свое время? Я вот так думала, что действительно, что это зависит от огорода, что мне достался вот такой, ну, 21 год был, что мне достался такой огород, что не стоит даже усилий прилагать. И что много лет на нем уже выращивали, все там высосалось, никто ничего больше там не даст мне эти растения. Но сейчас, по прошествии 30 лет, оказалось, что огород-то и не виноват. Это как про ту мартушку. Нечего на зеркало пенять, коли рожа кривая. Я сама ничего не хотела делать, потому что были увлечены другим выращиванием детей, работой, выходные уезжали всегда за город с друзьями, все. Огород был на последнем месте. И вот только когда я огород поставила на первое место, когда уже дети выросли, когда уже время много свободного, работы нет, тогда я поняла, что огород-то он действительно, земля кормит, она может кормить, и она может через даже 50 или через 100 лет. Вот у меня дом построен в 905 году, был старый. Ну, сейчас мы построили новый. Больше 100 лет на нем уже люди этим огородом пользовались. Всех он кормил, и сейчас меня кормит. И будет еще, наверное, моих потомков кормить. Ой, я как начну, меня надо останавливать, правда. Я сама не замечаю, начинаю, и все дальше больше, глубже, как это называется, проникновение очень глубокое. Могу говорить бесконечно. Ладно, дальше читаем. Вот Ольга написала, 9 марта полнолудия, и предыдущая зрительница тоже говорила, что нынче придется подстраиваться или до 8-го, там за неделю, или после 8-го, что те традиционные сроки, которые мы каждый год высевали, нынче лунный календарь подгадил нам, и в это время выпадает полнолуние. Я его еще не смотрела, буду смотреть подробно, вам все расскажу. И, конечно, расскажу, куда я смещу, на раньше или на позднее. Ну, какие-то, наверное, на раньше смещу, которые крупноплодные, а какие мелкоплодные смещу на более поздние. Так, вот еще один вопрос. Когда же сеять нашего любимого монгольского карлика и перчик-колокольчик? Вот перчик-колокольчик я сею 29 января. В этом году тоже буду примерно в этих датах. Раньше я его не буду сеять. Буду сеять один или два кустика всего для красоты, потому что, ну, я как свой интерес удовлетворила, мне интересно было вырастить. Вызрит, не вызрит, красивый, некрасивый. Я уже показывала вам в обеде. Он офигительно красивый, он у меня вызрел. Но для того, чтобы он вызрел, я бегала с этим ведром. И раньше его высевала, вот в январе, и выставляла в теплицу, ходила туда-сюда, чтобы он солнечные ванны получал, потому что длительное выращивание рассады вот этих позднеспелых сортов. Оно, конечно, утомляет. Я побегала с этим ведром, и в этом году буду один всего высаживать. Но один или два, все, больше мне не надо. Я им насладилась. У меня сейчас есть и сушеный, и замороженный красный, этот колокольчик, перчик. Но мы столько, я уже столько острого перца не ем, потому что, ну, с возрастом желудок стала беречь. Раньше любила острое. Так, советуйте, как подписать в лотках. Людмила пишет, особенно в огороде, чтобы не выгорало. Я лотки или приклеиваю вот это вот, которые ценники, зеленые и желтые, или маркером. Есть маркер какой-то, как он называется, забыла, но который не стирается. И поэтому у меня лотки все исписаны. Сейчас уже на строительную малярную ленту советуют делать надписи. Вот тут и про банки как раз, а вот и про банки, про пластиковые и железные. Очень удобно пластиковыми и железными банками. Я в теплице именно, да, вот методом выдавливания подписываю. Они не выгорают, ничего. И можно подписать одни и годами их использовать. Одни и те же. Вот пишут. Выдавливается, сохраняется очень долго. Вот про что как раз пишет зрительница Алевтина, по-моему, Алевтина ее зовут, Алевтина Алия Меркова, что как полезно читать комментарии к этим видеороликам. Прочитала, взяла пустую банку, нарезала 24 этикетки и все. Я вот про это и говорю для этого. Сейчас я и начинаю весной вот эти серии видеороликов ответы на вопросы зрителей. Потому что тут не столько мои вопросы полезны, ценны, а сколько с миру по нитке. Все эти советы, все эти рекомендации вы обязательно найдете для себя лучший вариант, оптимальный, который вам подходит. И вот про эти подписания и про все, про все, про все. А вот малярный скотч, кстати, про который я говорила. Тоже я еще не пробовала, но мне его тоже советуют, что удобно кто-то делает. Вот пишет Полина Сухина, теплицы. Нет, будем ждать про открытый грунт. Конечно, сейчас же я в основном первая тепличные посевы. И я стараюсь успеть рассказать тем, у кого есть теплица. Но как только вот эту вот всю информацию я выдам, и мы начнем про открытый грунт. Потому что у меня в открытом грунте тоже все есть томаты. У меня очень много томатов в открытом грунте. И все они вызревают. Даже те, которые я сею в теплицу, и которые априори считаются тепличными, они у меня обязательно несколько экземпляров в открытом грунте растут для испытания, вызревают они у нас или нет. Все они вызревают. И все томаты без исключения, я вот могу сказать точно, можно высаживать в открытом грунте. Единственное, те, которые долго крупноплодные, их нужно высевать пораньше и побольше помучаться с рассадой, похлопотать с ней и высадить уже более взрослую рассаду. Может быть, даже прикрыть пленкой можно. Это не так сложно, там дуги и пленка. И эти вызревают у вас в открытом грунте. Если нет теплицы, всегда можно выход найти. Вот на эту тему, кстати, Миша пишет, что мой первый год владения участком показал, что без теплицы в Сибири нет смысла ничего выращивать. Посмотрите мои прошлогодние видео в открытом грунте. Сколько там томатов спелых, сколько прекрасных. Вызревает и Вова Путина загадка природы, не говоря уж о бердске крупной, не говоря о Кенигсберге золотом и красном. Любимый праздник вызревает. Этот король гигантов вызревает, Анжела Гигантинна. Все крупноплодные, вот эти здоровые, бычье сердце. Все вызревает. Ну, а про пальчики мелкие я уж не говорю. Про дамский пальчик, вот про эти всякие банан оранжевый, перцевидный оранжевый. Все вызревает. Даже в том году высаживала. Вот это Аксаканская драгоценность, Бекалор Нови, новинки. Потом это черно-голубой хребет, это синий. И потом, ну, короче, не буду перечислять, время тратить. Все, что я высадила в прошлом году в открытом грунте, и полосатый шоколад, и негритята, и зеленоплодные, все вызрело, все, все, все. В зеленом в том году почти ничего у меня не осталось. Я закладывала в подвал очень мало, потому что в том году лето было жаркое. Все томаты вызрели, даже те, на которых написано, что они тепличные. Так что ставим вот такую отметочку, что можно выращивать в открытом грунте. Ответила на ваш вопрос. Живу в казахстане. Высылайте ли семена? Ой. Нет в одноклассников. Беспорядочно на ютюбе ролики. Чтобы ролики на ютюбе были не беспорядочны, сделайте, пожалуйста, подписку. И я, когда все говорю один за другим, один за другим видеоролик, вы будете все меня прекрасно понимать. Про семена я могу сказать, что в этом году в Казахстан высылать вы уже опоздали. Вообще высылаю и в Казахстан нынче. Высылала в Польшу, в Германию, во Францию. Куда еще, не помню. В том году в Америку даже высылала. Так что растаять. А нынче в Израиль высылала даже. Потихоньку скажу, потому что высылка семян через границу, она запрещена. И мы в какой-то мере делаем нарушение закона, потому что каждая страна не хочет, чтобы им засылали какие-то свои семена. Вдруг там разведут население что-то. Не знаю, короче. Высылаю везде. Пока еще получается. Не знаю, сколько это будет длиться. Может быть, когда-то будут на таможне. Сильно проверять не будем высылать. Но в Казахстан в этом году уже поздно. Ну и вот тут совершенно согласна Александра, вот наша постоянная огородница, про которую я говорила. Она тоже очень опытная и обладает таким багажом знаний. Она совершенно согласна со мной, когда я сказала, что невкусных томатов не бывает. И мне даже обидно иногда за томаты, когда вот сейчас про Демидова пишут, что, ой, высадила Демидов. Всего две помидорки. Да такие невкусные. Сорт давно не буду больше. Ну, как вы можете так говорить? И иногда прям хочется сказать. А может, руки не из того места растут. Или что-то. Или с погодой у вас не так. Но нельзя говорить про этот сорт. Особенно так. Особенно под видео, где остальные все его хвалят. Где говорят, ой, сколько много плодов. Да какой он вкусный. Как он быстрый. Как он не вытягивается, неприхотливый. И тут раз такое Г, раз вставят. Но это просто, как-то я считаю, даже некрасиво по отношению к томатам. Если вы собрались их обзывать, хотелось сказать, собрались их выращивать, не нужно их обзывать. Потому что я вот это воспринимаю как личное оскорбление. Ни одного сорта на букву Г нет. На букву Г есть огородники. Я сама когда-то была такая. И у меня не все томаты получались, оказались невкусные. Что-то мы все привередничали. Этот не получился, этот не получился. Потом я поняла, что это моя вина. Что я неправильно за ними ухаживала. Что-то не додавала им. Что-то было со мной не так, с моим сознанием. Что я не уделяла ей внимания. Поэтому, еще раз повторяю, и вот Александр со мной согласен, что невкусных томатов не бывает. А вы сделайте так, чтобы они были у вас все вкусные. Тогда вы будете гордиться собой. И томаты вас полюбят за такое отношение к ним. Не надо их обзывать. Некоторые прям пишут, ой, кислятина или еще что-то. Меня аж коробит от таких выражений. Да, бывают с кислинкой. Так лучше скажите, что у меня в этом году томат получился не очень сладкий, с ноткой кислинки. Можно же как-то культурнее выражаться, но не обзывать же их. Они такие же, как мы им тоже дали. Дала, не знаю кто там, бог, правда бога не очень, но дала судьба один раз вырасти. И вы его так, больше не буду сеять. Прекратили все его потомство, на корню обрубили. Нет, надо пробовать на следующий год еще раз. Надо добиваться, чтобы томат на второй или на третий год сдался под вашим натиском и стал самый-самый вкусный. Все. Опять посев очень раненый, ведь если спасли свои томаты, которые росли под снегом, охота пущенеболи, выводы правильные. Так сев очень ранний, а я уже вам говорю, поздний сев он бесполезен, чтобы потом зеленых лягушат по осени ходить собирать. Лучше я со снегом поборюсь в тот период, вот когда они там сидят в тоннеле, чем, ну, хотя, зато хотя результат какой-то виден. При поздних посевах, не знаю, у нас в Сибирском регионе проблематично. Я же иногда заглядываю в соседские огороды, где у кого-то, да, есть красные, а кто-то вообще не может до полного возревания в открытом грунте добиться. «Сею все в начале марта», вот пишет Валентина, «Раньше у меня перерастали, если жила бы в своем... Перерастают. Если жила бы в своем доме, тогда, конечно, сеяла бы так. Смотрела лунный календарь, там указаны дни хорошие, но все семена нельзя брать, будут некачественные. Подскажите, пожалуйста». Но я еще раз говорю, про лунный календарь я расскажу и по своему опыту знаю, что я же вот, я вам показывала, что сею почти каждый день и так, и так, и так, то семена, то помидоры из-за больших количеств посевов сею каждый день и потом беру себе растения вообще из разных партий, со разных сроков. Но я не заметила бы никакой разницы, что какая-то есть у них, может быть, где-то там на каком-то глубоко молекулярном уровне что-то у них такие есть изменения. Но это про лунный календарь буду отдельно, это очень такая тема. Тут, когда начинаешь говорить про лунный календарь, кто-то начинает, ну, прям с пены у рта доказывать, что только по лунному календарю, иначе ничего не получится, иначе нельзя. А кто-то, особенно, кто в деревнях, кто и так замучен тяжелой работой, там, кто работает, например, на ферме или где-то там, допустим, в поле, какой им соблюдать лунный календарь? Посеют тогда, когда сил хватает после рабочего дня прийти и что-то воткнуть. И они вообще говорят, мы никогда не смотрим на лунный календарь. Но я сейчас не буду распространяться, у меня есть свое уже давно сформированное мнение про лунный календарь. Я никогда не выхожу в огород, но это из-за того, что я темная такая суеверная женщина. А так я сею хоть когда. Так, тут свина получила. А, удивительная интуиция. Хотела попробовать перцевидный желтый, а не тестовую драгоценность угадали. Кстати, часто почему-то так получается. Думаешь, какой добавить? А вот этот вот. И человек пишет, а я как раз ее забыла заказать. Это, наверное, тоже чудеса. Лунный календарь помогает угадать. Так, рассказываешь все правильно, очень подробно, не обходя важных мелочей. Такое правильное представление дает, что хочется погрузиться в эту работу. О, повторила прям любовь мои слова, что полное погружение должно быть. Людей, недовольных в любом случае будет очень много. Называют троллями. Все пишут, не обращая внимания, но я такой человек, я не могу. У меня, как это, как про такие говорят, тонкая душевная организация. Я прочитаю плохое слово. У меня, ну, как будто лично знакомый какой-то. Хотя говорят, что это чужой человек. Он вообще ничего о вас не знает. Если он написал плохое, это даже не лично вам, а вообще такое его мнение. Меня все это волнует. Не поверите, еще года два назад иногда и плакала после комментариев плохих. Вечером ляжешь, вспомнишь, ой, какие люди злые и поплачешь маленько. Но потом думаешь, ладно, завтра начну все сначала. Конечно, потом забывается, оптимизм, ничем не убьешь, ни такими комментариями. Сейчас стала воспринимать намного легче, но все равно так обидно. Иногда напишут что-нибудь, вот как я говорила, что ой, много говоришь, много трепотни. Так обидно становится. Ну, стараешься, надо сказать все, 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 что вспомнишь даже, ой, вот это забыла, вот это забыла. А оказывается, это для кого-то трепотня. Ну, конечно, это значит не наш пассажир, он значит не такой огородник, в него еще не вселился огородный бес, как у нас. Я его не буду теперь воспринимать. Вот, Демидов вообще не понравился, Лида пишет, ни в теплице, ни в открытом грунте, больше не буду сажать. Монгольский карлик тоже не понравился, это надо быть таким чудаком. И сколько хороших сортов. От здрасти, мордасти. А некоторые люди пишут, что кроме, например, монгольского карлика, они в своих регионах, в своем районе, и кроме Демидова, вообще ничего вырастить не могут. Если нет теплицы, если нет погодных условий, ни о каких крупноплодных, ни о каких мясистых бифтоматах речи быть не может. И почему вы считаете, что только чудаки высаживают эти сорта? Нет. Это тоже неправильное выражение, я считаю, что не надо. Кому-то, вот у вас, если есть возможность, другие высадить, а кто-то, например, вцепился в этого монгольского карлика, ему он так нравится, и они у них получаются и мясистые, и вкусные, потому что других томатов вырастить там невозможно. Как подогревается грунт? Это, смотрите осеннее видео, грунт, две системы подогрева установили, одну, это фабричную греющую ленту с завода выписывала, а вторую укладывали сами греющий кабель, который устанавливают в полах, в ванной или где-то для подогрева, которые потом заливают бетоном, а мы засыпали землей. Тема очень интересная, я сама в волнении, что у меня получится, вырастут ли там мои чудо-помидорки раньше на полмесяца или нет, а может быть вообще электроэнергию отключатся, я буду бегать вокруг этой теплицы, как бешеная, дышать на нее, дуть теплым воздухом и за рта согревать. У нас кошмар, у нас такое испытание, когда электроэнергия отключается и думаешь, ну что делать, чем греть, хоть собой прикрывай. Так, пишет Надежда Клюева, риск благородное дело, я в этом году рискнула и не пожалела, сажала в конце января для раннего урожая, кушала в начале июня, когда у других только цвели. Помянчилась с ними, конечно, но это не без этого, но это того стоит, в этом году буду опять рисковать, расписала тоже примерные графики и первые будут 24 июня, ой, января, так же, как у меня. Так, ну, что-то у нас, наверное, время уже много, да, что-то я разговаривала сегодня, я просто очень долго не отвечала на комментарии, на вопросы, мне это так нравится, я так люблю вот разные мнения, как читать даже, для себя даже думать, какие же люди бывают разные, вот видите, кто-то считает вообще чудаками тех, кто выращивает демидов и монгольского карлика, а кто-то пишет наоборот, как я радуюсь, что я нашла семена монгольского карлика, он нам так подходит, он такой хороший, рано зреет, и такой неприхотливый, не надо ничего с ним делать, воткнул и ушел, для работающих особенно, вот видите, как многогранен, вот это вот общество многогранных огородников, кто-то радуется всему, любой помидорке, я вот сейчас вспоминаю эту Елену из Израиля, которая пишет, две помидорки получила маленьких, и этому рада, а кто-то пишет, что, ой, эти помидоры такие нехорошие, мало дали, там не столько килограмм, сколько нужно, видите, как говорят, что у одних, что какая-то есть поговорка или пословица, у одних жемчуг мелкий, а у других что-то еще, ну, короче, мы все судим, каждый со своего, ну, как в меру своего опыта, наверное, в меру своих условий, у кого-то благополучные, благоприятные условия, тем вот какие-то простейшие томаты кажутся вот низшим сословием, ну, нафиг они нужны, вот эти все скороспелки, мы будем вот эти выращивать, ну, мы же все живем, страна большая, я знаю, что есть там такие области, вот у меня выписывают же люди, где заказывают только вот эти вот толстоногие, неприхотливые, вот эти терминантные, желательно штамбовые, которые очень быстро, пусть они мелкие, но хоть какие-то, люди некоторые хотят хоть каких-то помидорок, она говорит, я их хотя бы зелеными сниму, они хотя бы успеют завязать, сформировать плод зелеными сниму, занесу скорее домой и на окне дозарится, потому что, ну, нет условий вообще для выращивания томатов, а у кого-то благодать, ну, ладно, закончу, наверное, вот на этой такой, на этом шутливом комментарии, спасибо за труд, за неравнодушность, если вам поступит предложение от первого канала, чтобы стать ведущей передачи Огородной Азбука, не удивляйтесь, но я скажу сразу, никуда не пойду я ни на какой первый канал, даже если поступит не на второй, я останусь с вами в своем огороде, я уже там вросла, как в меня вселился томатный бес, и никуда я с места не сдвинусь, буду радовать вас своими роликами, но опять же радовать, это сказано громко, кого-то радовать, кого-то бесить, для кого, мой разговор трепотня, но все-таки больше тех, которые томатозависимые у нас, кто еще независим, тех я подсажу на томаты, это так прекрасно, ждать весну, ждать каждую весну и думать, говорят же, что лето это маленькая жизнь, и думать, вот еще одна жизнь начинается, все сначала, все с нуля, от первого посева и до урожая, сегодня, нынче так, как у меня есть помощница, я вот вам даю обещание, что покажу все свои заготовки, у меня по заготовкам тоже столько накоплено опыта, всякие разные, хотя говорили там некоторые нынче, что у меня баночек мало, у меня специально одна комната, в подвале полностью банками, по 300, по 400 банок делала, когда, ну, когда еще не отделились дети, по очень много, очень много делала заготовок, какие-то есть, которые мне нравятся, какие-то делаю просто для массового потребления, вот супы варить, там, гарниром добавлять, постараюсь нынче все рассказать, и начну прям делать это на самых первых томатах, потому что я, когда некоторые делают же заготовки, поздно осенью, а так как у меня томатов много, мы когда первые урожаи, мы наедаемся, например, июнь, начало июля, и потом я уже начинаю заготавливать, вот, например, эти томаты по-корейски, можно уже закатывать, можно уже делать эти, первые перцы наелись, потом уже можно лечо заливать, вот этим томатным соусом, я делать начинаю очень рано, потому что, чтобы потом одно, ну, как в одну кучу в пробку не забились все эти, потом уже там надо и солить огурцы, все, постараемся все это мы изучить, особенно для начинающих хозяек, потому что я больше чем уверена, что очень экономит бюджет все эти заготовки с огорода, все надо, надо же не только вырастить, все-все заготовить, и для супов, и для соления, и для варенья, и заморозки, вот у меня до сих пор еще замороженный перец лежит, могу в любой момент взять, обжарить, например, с куском мяса пожарить перец, и замороженные в пакетиках помидоры, передолбленные, перекрученные, все еще есть, ну как, с сезона на сезон хватает, даже остается, все, до свидания, ждем нового сезона, у меня прям такой прилив сил, руки чешутся, я сейчас вам разговариваю, говорю, а руки делают вот такое движение, когда вот этими царапучками эту землю вот так вот царапаешь, картошку выковыриваешь, я сама разговариваю, а руки непроизвольно вот так дергаются, рыть, рыть землю, рыть, рыть землю уже пора, до свидания.